Администрация Наринмара выделит бюджетные средства на гранты начинающим предпринимателям. В соответствии с принятым положением, сумма одного гранта не может превышать 400 тысяч рублей. Конкурс состоится осенью. Об этом сообщили на округлом столе. Он прошел в мэрии и был посвящен взаимодействию органов местного самоуправления с представителями малого и среднего бизнеса. Всего в текущем году на поддержку малого и среднего предпринимательства в бюджете города заложено более 4 миллионов рублей. Основные меры поддержки – это субсидии, гранты, предоставление имущества, которое находится в собственности муниципального образования, консультационная и информационная помощь. В этом году у нас, конечно, предоставление грантов начинающим предпринимателям, честно говоря, не планировалось. Но когда мы отчитывались перед депутатами городского совета, было нам рекомендовано все-таки именно в этой форме поддержку продолжать предоставлять. Поэтому сейчас мы эту работу проводим и хотим тоже по осени, естественно, организовать очередной конкурс. И, соответственно, сумму не увеличиваем, 400 тысяч также решили оставить. На гранты может заявиться любой начинающий предприниматель, кроме субъектов торговли, зарегистрированный не более года назад. В прошлом году гранты из средств городского бюджета получили три бизнесмена. Кроме того, популярностью у городских предпринимателей как начинающих, так и действующих пользуются субсидии, в том числе на возмещение части затрат по приобретению имущества, на возмещение части арендных платежей за коммунальные услуги и иные. Особый интерес у субъектов малого и среднего бизнеса вызывает возможность аренды муниципального имущества. Перечень его маленький, а проблема зареет большая. Бизнесу не хватает площадей и помещений. В этой связи в городе, как и в округе, задумывались о бизнес-инкубаторе. В чём там суть? Там также он будет для начинающих предпринимателей. То есть для тех, кто зарегистрировал не более года и срок деятельности не более трёх лет. Когда он три года не закупает, если пробудет, мы обязательно будем его высаботить и от очередного предоставить помещение. Нам планируется снабжаться орхотестикой, рабочим столом, интернетом. И это будет, как и человек считается, стоимость арендной платы дешевле, чем рыночный. Это всё рассчитано. Вот в этом будет бизнес-инкубатор. Впрочем, отсутствие площадей и помещений – не единственная проблема малого и среднего бизнеса. Растущие тарифы, высокая аренда, отсутствие социальных льгот и падающий покупательский спрос на фоне нестабильной экономической ситуации. Проблем у предпринимателей сегодня много. Решить их все за счёт бюджета не получится. Единственное, что возможно – поддерживать малый и средний бизнес с субсидиями и грантами, снимать административные барьеры и не допускать конкуренции между бюджетными и коммерческими предприятиями.